Друзья, сразу скажу, что ни у меня, ни у супруги никогда не было животных в доме, ну, за исключением рыбок. Так что, начитавшись книжек, посоветовавшись с друзьями, у которых есть собаки, мы поехали к собакозаводчице выбирать себе щен. Первое впечатление от состояния квартиры собакозаводчицы, это, мягко выражаясь, шок. Все заслано тряпками, ловичками, гинолеумом. Бегает стая собак со щенками. Вообщем, конечно, некоторое время мы просто стояли в шоке и смотрели. Три взрослых собаки, среди них бабушка наших щенков и мама, два щенка, кошка. Это надо как-то по-особому любить животных. Я бы так не смог. Ну, я прочно неправильно поняла. Сначала грифстагон, я так поняла, что это первая, вы можете привить. Ну, это не прививка, это обработка. Грифстагон, вторая, вот это вот то, что мы сделали. Так. И третий я делаю через месяц. Не понравилось? Нет? И через месяц я делаю, то есть, 24 ноября я делаю последнюю... 26-го, да? 26-го, да? 26-го, да? 26-го, да? 26-го вы делаете И в результате мы выбрали щенка. Хотя, что душой кривить? Это щенок нас выбрал. И главное, мама была не против. Итак, получив подробнейшие инструкции, попрощавшись, мы упаковались щенка в переноску и отправились домой. Тобик? Тобик? А он там уже не подписывал? Нет, нет. А что такого того? Плачет. Он не платит. Ну и столько, столько всего, ты чё? Ну, чё он платит? Простите, у меня с косточки не очень. Ты какаешь, что ли? Мне такой чуть, ты какаешь? Нет, ты просто сидишь, мне честно. Какаешь? Ну, говно размазать, ты спас. Я, во-первых, нервный человек. Чё, сколько радостей? Ну, во-первых, когда я буду на улице сходить. Ему надо сказали выглубивать, это боевая собака. Да, да. Ну, слушай. Давай. Али, оп. Оп. Сейчас попадается. Теперь туда ему надо. Сейчас попадается. Сейчас попадается. Вес Barcelona. Али, пахнет. Передiquer. Подожди. Давай, сейчас подножку ставим. Давайте. Али, давай. Ну, вот. Спасибо. Али, надо по-другому. Али, надо по-другому. Само. Да. Да. Какой собак. Так. Так. Давайте-другому. Тобик набегался, улёгся посреди комнаты и уснул. Интересно, надо его тащить в его домик? Или не надо? И всё-таки перенасытившегося впечатлениями Тобика мы переместили в его новый вольерчик и оставили спокойно спать. Ночь прошла на удивление спокойно и под утро наш Тобик был обнаружен на коврике на кухне, где пахло свежими блинами. Пахнет блинами свежими, пристроился на кухне и спит на коврике. Ну и по результатам первой проведённой дома ночи вольерчик и все причинданы Тобика были перенесены в коридор. Там ему как-то уютнее казалось. И нам тоже. Тобик. 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 живешь вместо умница какая-то умница молодец молодец на кушать ну и начитавшись инструкции в книгах в интернете начали потихоньку приучать его к вольеру заманивали его туда гладили давали какую-нибудь вкусняшку запирали на некоторое время начинали буквально там с минуточки с двух чтобы он самое главное перестал скулить и потом получал заслуженную награду также начитавшись книжек пытались научить его играть мячиком за мячиком бегал бестолково но все равно предпочитал тапки не забудьте подписаться иногда выкладывают что-то интересное всего доброго спасибо за внимание